Ну что ж, друзья, пришло сейчас время для проповеди Слова Божьего, и сегодня, наверное, кто-то скажет, пастор, каждая проповедь важная, ну да, каждая проповедь важная, но сегодня проповедь такая очень-очень-очень стратегическая такая, я бы хотел, чтобы мы попробовали с вами ее услышать. Но перед этим хочу такое сделать маленькое вступление, друзья, кто мне напомнит вот эти два месяца, этот месяц август и сентябрь, а на какую тему мы говорим, говоря о Божьем присутствии, какую грань Божьего присутствия мы затрагиваем, кто напомнит, кто помнит, давайте, ну, ну, Сысоев, да, радость, да, прекрасно, ты уже отстал ровно на месяц, дружище, ровно на месяц отстал, потому что мы говорим в эти два месяца, друзья, мы говорим о том, как Божье присутствие влияет на жизнь человека, на жизнь христианина, то есть Божье присутствие и жизнь, Божье присутствие и жизнь. Я на днях буквально смотрел такой небольшой ролик там на ютюбе, ну, фильм небольшой, видео, о известных артистах еще советских времен, кто из вас помнит, может, был такой, кто смотрел фильм Мимино? Помните вот этот, там был один такой, был Вахтан Кикабидзе, был такой с длинным носом, Фрунзик Макрчан, кто помнит? Этот человек, он везде, кавказская пленница, помните, он появлялся, такой потрясающий комедийный актер. Но кто из вас знает, друзья, что как только заканчивалась команда стоп, говорили, то есть заканчивали съемки, вы знаете, что у него жена всю ее сознательную семейную жизнь она провела в сумасшедшем доме, у нее была проблема с психикой? И на сцене, играя вот этого клоуна, играя этого шута, играя человека, который смешил многих, он на самом деле был очень-очень, ну, грустным человеком, он был подавленным, печальным, депрессионным, и из-за этого, кстати, он умер, ушел достаточно молодым, его сердце просто не выдержало. Многие люди, которых мы знаем, которые нам кажутся такими, о, веселыми, был такой Смирнов, кто помнит, актер, который играл «Приключения Шурика», помните, где говорит, беременную, говорит, я готовлюсь стать отцом. Помните этот Смирнов? Он тоже ушел рано, потому что он был в депрессии. Если вы посмотрите, Евгений Леонов, это очень был депрессионный человек. И знаете, кто-то говорит о том, что актеры, лицедеи их называют, это даже, ну, в традиционной более церкви их называют даже грешники, говорят, потому что это люди, которые живут две разные жизни. Но я вам хочу сказать, друзья, к сожалению, к великому сожалению, нам приходится, ну, мне приходится отмечать о том, что многие христиане, дети Божьи, рожденные свыше, мы где-то отчасти в чем-то похожи в этом. Но перед этим я хотел бы сделать маленькую такую преамбулу, потому что я бы не хотел очень, когда речь идет о жизни, чтобы мы с вами поставили, знаете, из такого выражения, поставить телегу впереди лошади. Обычно лошадь идет впереди, да, телеги, а некоторые люди, мы умудряемся, наоборот, поменять местами все, что необходимо. Есть три вещи очень важные, которые рожденному свыше христианину необходимо знать, мы все обязаны это знать. Я для себя их так записал, и вам хочу акцентировать ваше внимание на них. Во-первых, мы должны понять, что самое важное в жизни христианина, это правильное понимание или правильная причинно-следственная связь. Знаете, что такое причинно-следственная связь? Есть причина, а есть следствие. И если их поменять местами, оно так не работает. Ну, например, я подарил жене цветы, она меня поцеловала. Или наоборот, она меня поцеловала, я подарил ей цветы. Вы понимаете, что надо не путать места, ну, это ладно, это такое, принес зарплату, жена приготовила тебе кушать. А если наоборот, жена приготовила кушать, принес зарплату, не приготовила кушать, не принес зарплату. Вы же понимаете, что, друзья, вот здесь от перестановки мест слагаемых, очень сумма меняется. Кто понимает, что она очень изменится? Точно так же, друзья, в отношениях с Богом. Первая важная вещь. Мы должны понимать первую вещь. Во Христе Бог подарил нам право на шанс. Многие люди, во многих религиях, во многих религиях мира, которые существуют, люди пытаются, они хотят прийти к Богу через свои хорошие дела, вот так скажем. Они пытаются сделать доброе, классное, они пытаются быть хорошими, они пытаются измениться настолько, чтобы настолько впечатлить Бога, чтобы Бог подарил им шанс. Я хочу вам сказать, друзья, во христианстве это не так. В христианстве мы обрели шанс, потому что умер Христос, вот и все. То есть, то, чего не могли мы никогда сами по себе заслужить, но никогда мы не смогли заслужить бы. Знаете, пример такой, у меня сегодня Артурчик, сегодня с утра, иногда бывает у детей, знаете, они просыпаются, бывают такие, не очень настроение, а бывает прям, ну хоть крайне прикладываю. Вот сегодня он проснулся, только я пока там вышел, умывался, смотрю, он уже на стол накрывает. А, вытирает стол. Я говорю, а что ты делаешь? Он начинает накрывать на стол, тарелочки поставил, вилочки, ножики. Говорит, папа, будем готовить кушать вместе, я готовлю завтра. Боже, я смотрю, думаю, класс, вообще, давай готовить. Ну, так не каждое утро бывает. И, знаете, ну, он это делает искренне, от сердца, но иногда у некоторых верующих, мне кажется, что мы думаем так, что если я так делаю, то Бог сегодня ко мне хорошо относится. Я хочу вам сказать, Бог в принципе хорошо относится к людям. Знаете почему? Потому что за нас умер Христос. За человека умер Христос, он подарил этот шанс, это первое. Второе, очень важный момент, друзья, если человек, если христианин правильно относится к жертве Иисуса Христа, второе действие, которое должно происходить в его жизни, в его сердце, мы реагируем, позволяя Духу Святому через Слово Божье менять нашу внутренность, менять наше естество, правда? Менять нас внутри, внутри. То есть я выгляжу я так же после покаяния, но внутри я становлюсь другим. И третий очень важный момент, вот мы как раз об этом говорим в этом месяце, и он только третий, но он очень важный. Третий момент заключается в следующем. Если я меняюсь внутри, ответьте мне на вопрос, будут ли меняться мои поступки? Если человек изменился, меняются его поступки или нет? Конечно, однозначно. То есть мои дела, они, моя жизнь, она отражает того, ну какой Бог в моей жизни. И вот здесь как раз у многих детей Божьих, я заметил, обнаружил так, что наступает некая проблема. Знаете, вот здесь мы становимся немножечко, почему я начал с актеров, вот здесь иногда мы становимся немножко лицедеями. Мы пытаемся имитировать христианскую жизнь, вот так я назову это. Происходит имитация христианской жизни. Некоторые люди, они пытаются быть честными, они ходят, знаете, все время такими. Как дела? Про радость ты говорил. А что мне радоваться, если у меня все плохо? Послушайте, у меня тоже, между прочим, например, у меня тоже в жизни, если вы не в курсе, идет война. Вы знаете, как у всех у нас сейчас, идет война, вы знаете об этом? Идет реальная война. И когда ты соприкасаешься с новостями, с людьми, с историями, с реальными событиями, это тоже влияет на твое сердце, на твою жизнь. Оно не может не влиять, если ты живой человек, оно влияет. Но, очень важный вопрос, друзья, в этот момент, не играть роль, не имитировать жизнь христианина, не имитировать поведение. А помните, с чего начинается? Позволить Христу дать шанс, позволить Слову Божьему менять мою жизнь, и затем моя жизнь, моя жизнь, она отражает какую-то, ну вот что-то, не играет роль, а она отражает, она реально отражает внутреннее твое состояние, состояние жизни. И вот именно об этом я как раз бы хотел, чтобы мы сегодня с вами поговорили, и каждый, чтобы порассуждал за тем в своем сердце. Тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Смотрите. Почему Бог не говорит о том, что так важно для меня? Почему Бог не говорит мне о том, что так для меня важно? Начну с одной такой истории. В далеком 2000 году, в далеком 2000 году. Кто не знает, друзья, у нас в церкви есть такой проект учебный, называется анатомия, это анатомия и семейных отношений, и подготовки к браку, и воспитания детей, там, и так далее, и так далее. Даже для тех, кто через развод прошел. Это учение, мы учим о том, как Бог смотрит на семью, на отношения, это очень важный аспект жизни. Так вот, один из аспектов того, о чем мы учим, того, о чем мы говорим, мы верим в то, что Бог, мы спрашиваем у Бога, точнее Господь, этот ли человек, этого ли человека ты приготовил для меня? Потому что мы не верим в то, что у Бога есть только для одного человека один человек. Друзья, потому что это, ну это нечестно. А если один из них умер, то что делать? Второй все так и остался, одинокой половинкой корабля, которая бороздит океан этой жизни? Нет. У Бога есть разные люди, но очень важно спрашивать, что есть у Бога, или что Бог имеет. И вот на основании этого мы в церкви всегда, мы молимся перед тем, и я перед тем, как жениться там, или что-то такое. И я помню, как мне понравилась одна девушка, она так прекрасно пела, боже мой, так она пела, ну классно, она поклонялась Богу, прославляла, ну как все ребята, знаете, в церкви говорят, о, фу, прикольно, посмотрел, красиво. И, знаете, ну я был научен таким образом, не просто красивая девушка, а ты идешь к Богу. Позвольте мне задать вам вопрос, как вы думаете, кто знает, кто лучше всего знает, что находится в нашем сердце? Папа, мама, дети, муж, жена, только Бог. Он знает, что в сердце. И знаете, я верю в то, что Бог, я верю в Него, я искренне, я реально в Него верю, причем я настолько верю, что я прихожу к Нему спрашивать, говорю, Господь, Твоя ли это воля, этот человек? Знаете, большинство людей не делают такой выбор. Почему? Потому что они делают выбор чаще всего на вещах, которые они сами себе складывают в понятные формулы. Ага, так, говорят, хочешь узнать, какая будет девушка в старости, посмотри на ее маму. Так, мама худенькая, не поправится, нормально, окей, подходит. Ага, так, что у нее там родители какие? Ага, генетика такая? Нормально будет. Так, ага, как у нее с деньгами? У него с деньгами нормально? Нормально. Ага, вот так, вот так. Мы сами себе складываем формулы. Мы не утруждаемся, многие верующие, к сожалению, не утруждают себя прийти к Богу. И я помню этот 2000 год, я, ну, мне понравилась, вот моя теперешняя уже жена. Я помню, я пришел к Богу, я говорю, Господи, ну, я с ней поговорил, так, знаете, я говорю, слушай, ну, ты мне нравишься. И я пошел к Богу молиться. И знаете, это где-то заняло у меня три недели. Я брал пост даже там на целую неделю, я молился, говорю, Господи, что ты действительно хочешь сказать? Вы знаете, друзья, многие, кто из вас верит, что Бог может направлять в жизни человека, Бог может говорить? Кто верит в это? Да. Но, к сожалению, когда речь доходит, друзья, до серьезных выборов, мы делаем выборы сами. Мы хотим сделать выбор сами. Но вот я так был научен, глубоко, серьезно, очень, ну, научен, я пришел к Богу, я говорю, Господи, я от тебя не уйду, пока ты не скажешь мне, твоя это воля или не твоя это воля. Потому что я верю в то, что Он знает будущность, Он знает, какая наша жизнь, Он знает, куда ведет. То есть, можно ли сказать, друзья, что в этот момент, в тот момент для меня это было важно? Можно сказать? Можно. Это было важно. И я прихожу к Богу, и я начинаю молиться, я начинаю искать Его. Знаете, часто бывает, мы за много лет уже общение с семейными парами, приходят семейные пары, верующие иногда приходят и говорят, пастор, он не такой, пастор, она не такая. Я говорю, ну, так, есть, да, пословица украинская, бачилы, очи, шокупувалы. Ну, я этого не видел, но был тот, кто это видел, вы знаете? Просто вы не захотели с ним разговаривать об этом. Вам важно было сделать выбор, но вы хотели сделать его сами, и вы сделали его сами. Я был научен, что если ты веришь в Бога, то ты приходишь к Нему. Например, вы знаете, что в древние времена, если парень хотел встречаться с девушкой, что он делал? Он обязан был прийти к ее родителям и спросить разрешение на это. И прежде чем жениться, он не говорил о том, что мы взрослые люди, сами решаем, что нам делать. Нет, если родители были против, ой, нет, у нас свободное общество. Друзья, Божья воля, он ее не навязывает, он ее предлагает. Я пришел, я начал молиться, искать, Господи. И Бог, знаете, коснулся в одну из молитв, это была ночная молитва, коснулся сердца. Я понял, что это Божья воля. И знаете, как это, мужчины сейчас оцените вот это состояние, вот мужчины поймут, братья поймут меня. Я прихожу к ней, я говорю, ты знаешь, мы общались, мы дружили, понятно, знаете, не такой вот это, непонятно, сбоку припек, а появился где-то на горизонте, первый попавшийся. Здрасте, меня зовут Андрей, кстати, женитесь, выходите за меня замуж. Нет, мы знали, общались же, правда, мы не ходили на свидание, не общались, но мы общались как друзья просто в церкви. Я сделал предложение. Мне так нравится это, когда женщина, вот я, я считаю это правильно, это так, это очень круто. Когда девушка в ответ, и ты ей нравишься, и она в ответ тебе говорит, это здорово, но теперь я буду молиться. И она начала молиться. Неделю молится, две молится, сейчас, я думаю, вы понимаете, да, в чем две недели состояние, какое у тебя. Ты уже как бы не ешь, ты слабо кушать начинаешь в этот момент, потому что ты как-то нервничаешь немножко уже. Третья неделя, четвертая неделя, второй месяц пошел. И я понимаю, что как бы я уже нервничать начинаю. И знаете, такой вот так, ну как там, она говорит, ну я молюсь. Так, что ж такое. В общем, короче, к концу третьего месяца только мне моя будущая жена тогда дала ответ. И, друзья, смотрите, очень интересный момент. Еще раз задам вопрос. Как вы думаете, выбор будущего спутника жизни, мужа или жены, это важно на всю жизнь, влияет или нет твою, последующую? Влияет или нет? Очень влияет. Это влияет на воспитание ваших детей? Это будет влиять на ваше вообще психологическое состояние, психическое состояние, если хотите? Будет влиять или нет? Будет. На здоровье это будет влиять? Конечно. Скажите, выбор мужа или жены, это важный выбор? Дуже важный. Очень важный выбор. Вопрос. Так нужно ли приходить с ним к Богу? Ну, если ты веришь, что все в его руках, ты действительно веришь, то, конечно, ты будешь приходить. Но вот есть проблема, друзья. Сегодня война. Сегодня есть много решений, которые надо принимать. Я всегда людям говорю, приходите к Богу. Но я обнаружил одну интересную новую, ну, такую вещь. Друзья, люди говорят о том, что Бог не говорит. Мне это важно, но Он ничего не говорит. Я ничего не слышу. И знаете, начинается вот это складывание, гадание называется на кофейной гуще. Складывание за и против. Знаете, я расчертил лист, я написал плюсы, минусы и так далее. Я говорю, послушай, в этой ситуации есть все только плюсы. Но когда вылезут минусы, не пеняй на себя. Пастор, ну я не вижу минусов. Да, ты их сейчас не видишь. Потому что ты не знаком с этой ситуацией. Например, кто из вас является владельцем автомобиля? Есть у вас автомобиль? У меня вопрос сейчас к вам. Ну и как? Когда он ломается, да? Вы знаете, я заметил, это парадокс. Все хотят автомобиль, покупают. И слушайте внимательно. Практически все, кто покупают автомобили, потом жалуются на автомобили. Это какой-то парадокс. Ну, понимаете, да? Я не говорю, что надо, что пастор, надо молиться. Может и надо, кто его знает. Но хотя бы на ТО надо отвезти, как минимум. На СТО отвезти, проверить. Но прежде чем ты делаешь важный выбор в жизни, друзья, когда есть что-то, что действительно для тебя важно, друзья, Бог, надо приходить к нему. И Бог должен тебе говорить. И это хорошо, чтобы он тебе говорил. Но, к сожалению, многие люди, еще раз говорю, печалятся, что он им не говорит. Вот об этом я бы хотел сегодня с вами поговорить. Я для себя так сказал, знаете, обозначил такую тему. Я написал вот так. Уникальность этой проповеди в том, что однозначно услышать ее смогут лишь те, кто овладел тем, о чем она. Те, кто не владеет этим, скорее всего, ее и не услышат. То есть она пройдет, как вот, знаете, мимо. Вот мимо, как, знаете, там, да, звуковые волны, которые колебали мою барабанную перепонку. Не далее. Поэтому я бы очень хотел, чтобы сейчас, друзья, мы с вами действительно помолились. Смотрите, еще раз. Мы верим во Христа. Мы переживаем его присутствие. Так давайте сделаем так, чтобы и наша жизнь, она была отражением этого присутствия. Правда же? Давайте помолимся с вами. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя сегодня за то, что ты здесь, ты рядом. Господь, я прошу тебя, драгоценный Дух Святой, это Слово, Господь, оно вышло от тебя. И ты сказал в Своем Слове, что Слово, которое исходит от тебя, оно не возвращается тщетным к тебе. Оно не возвращается, не исполнив то, для чего ты его послал. Я молюсь тебе и прошу тебя, Господь, чтобы сегодня то, для чего ты посылаешь это Слово, послал его в жизнь каждого из нас, чтобы Духом твоим святым ты исполнил это в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Дай нам услышать тебя. Аминь. Евангелие от Марка, 1 глава, 3 стих. Простите, что я сегодня на русском, друзья, но, во-первых, тема достаточно сложная, во-вторых, мы договорились, что пока еще чередуем, окей? Итак, мы сегодня, кстати, читали, слышали сегодня из Евангелия от Луки пророчество о Иоанне Крестителе, и вот здесь мы видим тоже, опять же, отсыл к нему. Итак, глаз вопиющего в пустыне. Что этот глаз в пустыне кричит, друзья? Что такое пустыня? Пустыня – это жизнь человека без Бога. Это жизнь, когда Бог отсутствует в жизни человека, когда нет его водительства, когда нет его понимания, когда нет его переживания, нет знания и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, о чем мы говорим, Бог не говорит, это пустыня. Когда Бог с тобой не говорит, это пустыня. Аминь? Аминь. Итак, что он говорит, надо сделать в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези. В другом переводе, в современном понимании, сделайте прямыми ему дороги. Сделайте дороги ему прямыми. Кто из вас когда-нибудь ездил в горах на серпантине? Ездили в серпантин? А кто мне скажет, зачем делают серпантин в горах? Парадокс, да? Зачем? Почему там вот такие дороги? Скорость сбрасывается. Уклон. Как вам насчет уклона, правда? Это же помогает уклон снижать и так далее. То есть дальность дороги увеличивается. Но если путь прямой, друзья, путь прямой, а Бог хочет, чтобы путь был прямой, а у тебя вот такая дорога, причем дорога, которая возвращается, как правило, в то же самое, откуда ты начал. Она возвращается к тому, с чего ты начинаешь. Бог говорит, сделайте прямыми дороги. И вот здесь возникает логичный вопрос. Так как мне это сделать? Или в чем здесь проблема? То есть точно так же, друзья, у многих людей. Вы знаете, мы переживаем в моменты, когда приходим к Богу в поклонении, я не знаю, в молитве. Мы переживаем Божье присутствие удивительное, прекрасное, так хорошо. Так, говорят, ну, так было. Ну, так хорошо было. А потом ты возвращаешься в эту реальную жизнь, а она другая. Она другая. Она вот, ну, не такая она. Знаете, я в жизни свои два раза переживал, это примерно физически такое ощущение. Лет 8, не помню, 7 или 8 лет назад, здесь был февраль месяц, была, кто помнит, такая жесткая зима, минус 25, минус 28 было. И я помню, я в феврале, мне надо было лететь на конференцию в Африку. Я отсюда вылетаю, здесь минус 25, минус 26. Прилетаю туда, выхожу из самолета, а там плюс 38. Вот вы понимаете, друзья, что это два разных мира. То есть, просто я вот вышел, вот в такой футболке вышел, я спустился по трапу с самолета, а у меня футболку вот так бери, выкручивай. И там 95% или 96% влажности. Вот так, все, возле океана. Вот так, чух, и выкручивай прямо. Но это нереально. А второй раз, друзья, когда, знаете, вот бывает такое, ты сидишь, кондиционер, так хорошо тебе, выходишь на улицу, а там плюс 38. Знаете, такое впечатление, что у тебя этой влажностью вот так, жарким, бух, по лицу стукнули. Точно так же, друзья, я вам хочу сказать, у некоторых людей две разные жизни. Одна, это жизнь с Богом и в его присутствии, а вторая жизнь, которую иногда мы не хотим даже, это реальная жизнь, в которой мы живем. И она отличается почему-то. Мы никак не можем понимать, почему же именно она отличается. Вот сегодня, друзья, я хочу с вами поговорить именно на эту тему. В чем причина такого несоответствия? А потом мы вернемся, так почему же, когда мне так нужно что-то знать, Бог со мной не говорит. Давайте откроем еще одно интересное место из Библии. Вторая книга царств, 22 глава, 26-27 стихи. Итак, с милостивым ты, то есть Бог, правда, поступаешь как? Милостиво. С мужем искренним? Искренно. 27. С чистым? Чисто. А с лукавым? По лукавству его. Я вам скажу честно, признаюсь откровенно. Я очень долго, я лет 20 в своем христианстве, я никак не мог понять это место из Писания. Я его всячески обходил. Я знаю, почему я не мог его понять. Ну, я знаю. Но я его не мог понять. Если честно, у меня всегда был один вопрос, возможно, у кого-то из вас. Разве Бог лукавый? Что он поступает по лукавству? Я искренне всегда был убежден, что поступить лукаво может только какой человек? Лукавый. Что Бог лукавый получается или нет? Нет. Тогда несоответствие вроде бы, да? И я вот здесь начинаю задумываться. Но возвращаясь в 26 стих, там написано, с милостивым поступаешь милостиво, с искренним искренне. И вот знаете, мне 26 стих разъяснил 27 стих. Друзья, Бог поступает, даже неправильно сказать, Он не поступает с нами. Правильно сказать, Он позволяет нам, Он позволяет нам двигаться в соответствии с тем путем, по которому мы идем. Если человек идет путем искренним, на его пути встречается искренность. Если человек идет по пути лукавства, на его пути всегда будет встречаться лукавство. Он будет встречать лукавых людей, он будет видеть лукавство, с ним будут поступать лукаво. Правда? То есть вот, ну, сегодня пастор Света говорил, что посеешь, то и пожнешь. То есть так происходит. И я хочу вам сказать, друзья, Кто из вас помнит, какую одну из основных рекомендаций вот очень часто в проповедях? Первым пунктом я всегда ее даю. Я знаю, что многие из вас, вы настолько уже, возможно, даже привыкли к этому пункту, что он просто таким фоном проходит у вас, когда я его говорю. Знаете, какой первый пункт чаще всего я использую? Будьте искренними с Богом. Я задам вам вопрос, как вы понимаете, что для вас означает искренность? Не надо сейчас отвечать. Потом дома сами себе ответьте, что для вас означает искренность? Вообще, понятно ли нам в наше время, в которое мы живем, значение слова искренность? Я хочу вам сказать, друзья, сразу забегая наперед, у многих верующих, еще раз повторяюсь, их реальная жизнь с Богом отличается от их отношений с Богом и переживания Божьего присутствия по одной простой причине, они не искренни. Нам неведома, к сожалению, искренность. Я знаю, что сегодня есть такое, принимайте меня таким, какой есть. Люди пытаются быть искренним следующим образом. Я злой, я буду злым со всеми, принимайте меня злым. Это искренность. Скажу вам честно, я не очень согласен с этим, но хотя бы так. Хуже, друзья, когда ты злой, но пытаешься всем в глаза надуть золотой пыли, что ты хороший. Вот это сложнее. Почему? Потому что с таким человеком ты ожидаешь от него хорошего, а получишь ты, друзья, только то, что ты получишь. Другого ты не получишь, ничего. Помните этот притч, да? Каждый делится тем, чем богат. Один пришел и вылил кучу помоев под этот самый, второй взял это ведро, вылил, вытер его и принес хорошие яблоки. А ему сын говорит, а зачем ты принес хорошие яблоки? Он же тебе помои вылил под дверь. Говорит, ну извини, каждый делится тем, чем богат. Если ты искренний в своем сердце, ты будешь искренним, а значит и бог с тобой поступает искренне. А значит и бог с тобой, он поступает искренне. Я знаю, сейчас каждый человек, в принципе, каждый из нас, мы видим и воспринимаем себя искренними, друзья. Но здесь есть одна заковыка. Смотрите, друзья, можно сказать, что состояние сердца христианина, настоящее, реальное состояние сердца христианина, неизменно приведет его в то состояние, вот я записал для себя так, приводит нас к тому, что наша реальная жизнь отличается от того, во что мы верим. Это проблема. Например, кто из вас верит, что надо служить богу? Ну, вы читаете это в слове. Но когда доходит, у меня нет времени. И мы начинаем придумывать какие-то, мы начинаем находить какие-то логичные обоснования. Вам не кажется это странным? Но мы искренне убеждаем себя и пытаемся убедить всех вокруг, что все нормально, что верю я в одно, а живу я по-другому, это нормально. Что это нормально. Я помню, мы с женой смеемся всегда. Знаете, если где-то так ты смотришь, фильм какой-то или сериал, и знаете, там, к примеру, есть муж-жена, и, ну, к примеру, там, жена приходит и заставит мужа с другой, и муж ей, знаете, говорит потрясающие слова. Это не то, о чем ты подумала. Ну, а о чем можно подумать в этот момент? Вы вместе картошку чистите, конечно. Вы понимаете, друзья? Но это нелогично. Еще раз. То есть нелогично, если ты знаешь и видишь, как правильно, но в реальности ты поступаешь совершенно по-другому. То есть твоя реальная жизнь, она отличается. Она совершенно отличается. Я сегодня буду тоже приводить некоторые примеры. Я бы хотел, чтобы мы с вами поняли, друзья, что именно в этом, именно в этом, я бы сказал, неискренности. Еще есть второе слово, интересное, двоедушие. В двоедушии, друзья, кроется причина, почему Бог не говорит людям. Почему Он не разговаривает. Почему ты веришь, что Он должен с тобой говорить, но Он не говорит с тобой. Почему ты веришь в Его водительство, но Он не ведет тебя. Вы знаете, я заметил, что сегодня у многих людей, у многих людей сегодня водительство Божье заменяется логичностью. Мы даже строим, есть такое выражение, может кто-то из вас слышал, кто знает, такой майндмэп. Знаете, что такое майндмэп? Ментальная карта. Ментальная карта, это где мы рисуем, знаете, рисуешь, и ты рисуешь причины, следствия, выходы там и так далее. И ты начинаешь рисовать себе, ты начинаешь логикой подбирать какие-то варианты. Мы советуем всем, мы находим более умных людей. У меня возникает вопрос, неужели вы реально верите в то, что есть человек, который будет умнее Бога? Я не верю в это лично. Знаете почему? Потому что я раньше считал себя человеком, который умнее Бога. И то, что я понял, я понял, что, ну, это преимущество тупых людей, простите. Я о себе сейчас говорю. Что это достоинство или это качество очень недалеких людей? Считать, что ты можешь быть умнее Бога. Так вот, смотрите, друзья, интересный очень момент. Что у нас чаще всего происходит, друзья? Наша реальная жизнь отличается от того реального, что мы верим. Почему это так? Я открою вам один такой простой секрет. Давайте прочитаем притчи Соломона. Притчи Соломона. 24 глава, 12 стих. Скажешь ли, вот, мы не знали этого. Вы знаете, да, сегодня большинство, большинство молодежи, мы как-то с молодежью, помните, пострывали, общались. Чаще всего молодежь в чем, как она объясняет свои неразумные поступки? Какими словами? А мы не знали, а я не подумал, а я не думал, что так получится. Что говорит человек, смотрите, человек, говорите слова, послушайте, я же вдумываюсь в них. Он говорит, я искренне думал, что моя схема сработает, но она не сработала. Почему я не понимаю? Я и так разочарован. Не надо меня сталкивать сейчас лицом, толкать в то, в чем я и так разочарован. Смотрите, Соломон об этом пишет, говорит, вот, мы не знали этого. А испытующий сердца разве не знает? Я хочу ответить на простой вопрос. Каждая ситуация жизненная, с которой мы сталкиваемся, я хочу вам сказать, друзья, я не фаталист, не фанат, но я верю, что Бог знает. Я верю, что Бог знает, знает реально, Он реально знает ответ на вопрос о будущем каждого из нас. Наблюдающий над душою Твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Помните, с чего я начал проповедь? Первое, Христос, который дал нам шанс. Второе, Твое изменение. Третье, дела, которые проявляют. Они не будут отличаться. Запомните, злой человек не будет творить доброго, это факт. И добрый человек не будет творить злого, даже если сделал, он покаяться, он исправится в этом, он изменится. Но злой человек, он будет оправдывать свое зло, чтобы никто не подумал, что он злой, вы понимаете? Поэтому он говорит, что наблюдающий над душою Твоею, друзья. Так вот, причина, по которой происходит, причина, по которой наша реальная жизнь отличается от того, что мы верим, друзья, потому что мы верим в одно, а живем по-другому. Мы так выбираем, мы так хотим, мы не хотим внутри измениться. Мы не хотим быть искренними. Знаете, сегодня, вот может быть, я верю, что это Дух Святой. Сегодня, во время поклонения, Дух Святой дал это, я верю, что это пророческое слово, это слово знания. Знаете, Бог подходит к сердцу каждого человека всегда. Он стучится в наши сердца. Он стучится. Написано, да, в книге Откровения, он говорит, все стою у двери и стучу. Из чего ждет Бог? Не отворит ли мне кто? Что означает не отворит ли? И это означает, что будут те, которые откроют сердце, а будут те, которые не захотят открывать сердце. Мы искренне почему-то убеждены, мы себя так убедили, мы хотим так верить, что это речь идет о верующих во Христа и неверующих. Что неверующие, это возле их сердца стоит Христос и стучит, но они не открывают свое сердце. Вы удивитесь, друзья, но есть много примеров в жизни, вы сами их знаете о себе, когда вы не открываем, мы не открываем сердце навстречу Богу. Когда мы не хотим его открыть. Я вам много раз уже говорил, приводил этот пример, это еще раз, не для того, чтобы сказать там, знаете, о семье что-то. Я о себе сегодня хочу сказать, в первую очередь, сам о себе. Когда, я рассказал, когда как-то с женой, ну вот знаете, ну бывает такое у мужья, понимаете, когда вы говорите с женой, ну очевидные вещи, логичные, она вас не понимает. Бывало у вас такое? Ну бывало или нет? Или только у меня такое бывает? Да? Прямо вы что? А у вас, наверное, все идиллия, да? Он ей говорит, как дела? Все нормально, она говорит, а, ну да, все нормально, конечно, конечно. Я понял, а ты просто не хочешь нагружать меня своими делами. Не так вы думаете, и вы знаете это, что вы не так думаете. Вот, понимаете, не понимает меня жена, я пришел к Богу, говорю, господи. И знаете, я хочу вам сказать, я искренний в этот момент, честно, я искренний. Я такой искренний, я прямо искренний, что я молодец, а она нет. Это так мягко говоря. А я молодец, очень сильный молодец. Я прям молодец в кубе, если не в квадрате уже, если не в четвертой степени. И я прихожу. Но вот знаете, когда ты искренний по-настоящему с Богом, и ты действительно приходишь в Его присутствие, Дух Святой говорит тебе, внимание, не то, что ты хочешь слышать, а Он будет говорить тебе то, что Он видит. Вы чувствуете разницу вообще? Смотрите, разница. То, что ты хочешь слышать, и то, как ты понимаешь, и то, что Он видит и понимает, и то, что Он хочет. И иногда эти вещи разнятся. Знаете, я честно признаюсь, я, наверное, устал уже, честно признаюсь, я уже очень устал от верующих людей, которые меня пытаются все время убедить, что то, чего хочу я, того хочет Бог. Друзья, я дико извиняюсь, но вы знаете, что есть у нас некий человек в северной стране, над нами, чуть севернее. Так если бы Бог, не дай Бог, друзья, хотел того, чего хочет Он, то нас с вами не должно здесь быть. Вы понимаете вообще это? Давайте перестанем эту теологию какую-то, ну... Они вообще богоборцы, друзья. А вы все нацисты. Я не... Ну, я тоже этого не очень... Ну, ладно, пожалуйста, давайте сейчас грешить начну, не хочу. Искренне начну грешить. Смотрите, друзья, Бог сердцевидец, и Он видит настоящие внутренние мотивы сердца человека. Послушайте. Если бы однажды, вот знаете, я где-то видел этот, в Ютубе видел этот клип, когда люди идут, знаете, у них вот здесь экранчики, на которых реально показывают то, чего они думают. Вы понимаете, в каком мире мы бы жили? Вы можете себе представить? На секунду. С дому? Да у нас бы дома стали кладбищами. Вы понимаете, где муж с женой бы? То есть, мы боимся этого. Но я хочу вам сказать, друзья, Библия говорит нам очень четко, что Бог, Он сердцевидит. Смотрите, еще раз, там написано, что Он знает. Он знает нашу душу. Он знает, друзья. Я написал себе так. Он видит то, чего не видят другие, и, к сожалению, Он также видит то, чего не хотим видеть сами в себе мы. Вы знаете, что Он видит то, что не видят другие люди, и Он видит то, на что мы сами закрываем глаза в своем сердце. Он это видит, причем видит каждое мгновение нашей жизни. Каждую секунду Он видит это. Он видит сейчас. Вот Он смотрит. Я вам хочу сказать, друзья, проповедовать это тоже не фонтан, потому что в Библии написано, тот, кто проповедует, подвергнется чему? Большему осуждению. И это не осуждение от людей. Это осуждение, в первую очередь, от того, что говоря что-то, ты, если ты искренний, ты будешь сам себя осуждать, и тебе плохо, потому что ты говоришь вещи, которые ты сам не поступаешь, и не живешь так сам. И это очень больно, это очень тяжело. Друзья, христианство, я бы позвал... Если бы мне сказали, вырази христианство одним словом, я бы выразил словом искренность. 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 Вы знаете, когда приходит жена и застает мужа, к примеру, с другой, искренне, правильно было бы сказать, я тебе изменяю. Это то, о чем ты думаешь, это называется измена, и я это сделал, потому что я нехороший человек. Но я хочу сейчас все исправить. Кто из вас понимает, что вот это имело бы шанс, чем... Это не то, что ты подумала. Это не то, это просто человек ветром задуло с соседнего микрорайона. Ну зачем? Ну это же не даст никакого ответа. Ну почему тогда мы с Богом пытаемся быть такими? Почему мы пытаемся Ему сказать, что это не то, что ты подумал, Господи. Я не ненавижу Его. Это просто я так... Я подумал, что я ненавижу, но это не так. Потому что на самом деле слово ненависть в греческом переводе означает нечто другое. А латынь говорит об этом, Бог говорит, и... Что с тобой не так? Я же знаю, что есть в твоем сердце. А потом, Господи, а что ты со мной не разговариваешь? А как я ему с тобой разговариваю? О чем? О чем с тобой разговаривать? Если что бы он ни сказал, ты не слышишь, ты не хочешь его слышать. Вы понимаете, друзья? Ты не хочешь его слышать. У тебя свое кино, своя история, свое... У тебя все свое. Вы понимаете? Я когда... Вот я для интереса иногда, чтобы понять, что я не окончательно там сошел с ума, я иногда смотрю российские вот эти вот паблики. Я слушаю историю от Путина, потому что это еще больше меня укоряет в том, что я не псих. Я не псих, потому что я слушаю, говорю, о, точно, не, слушай, нормально, еще живой. Не псих, не с ума, не сошел. Потому что то, что рассказывают... Знаете, у меня как-то была история. Одна девушка, она пережила очень... Ну, я ее не осуждаю ни в коем случае. Она пережила очень тяжелую травму. Там, короче, и наркотики, и знаете как, секс, наркотики, рок-н-ролл. И у нее все было там, это в Америке мы жили. И однажды она приходит ко мне, это, знаете, вот такое... У меня с ней каждый раз было такое, как называется состояние в психологии, когнитивный диссонанс. То есть, когда моя внутренность и мой мозг, они переставали работать параллельно. И вот она мне рассказывает историю. Она приходит, говорит, депрессия такая, на лице. Помнишь, я рассказываю тебе эту историю? Я говорю, что случилось? Верующая христианка. Она говорит, я была на заправке, и какой-то человек посмотрел на меня, и я поняла, что он меня ненавидит. Я, честно, я после этого вообще на нее смотреть не хотел. Потому что, я не хотел, потому что я же не знаю, что она себе там придумывает. Вы же понимаете, что у такого человека свое кино в голове вообще. Я говорю, да-да-да, тебе показалось. Друзья, это ненормальная штука, вы понимаете? Вы сейчас смеетесь, да? А что, это не похоже на нас с вами? А кто из вас... А ну-ка, искренне, давайте проверим. Круг искренности, Якова 5.16. А кто из вас, будучи верующим, обижался на кого-то? Половина, смотрю, святых тут сидит. А половина... А кто накручивал себя? Я смотрю, половина святых здесь сидят. Все вы шумеет. Я! Нет! Послушайте, а вы что, не знали, что Бог это видел? Вы читали это место из Библии? Бог говорит, если ты имеешь что-то против брата твоего. Сколько надо молиться? 40 дней поститься. Сколько надо? Сколько надо поститься? Ответьте мне. Сколько? Сколько? Как это? А я пощусь. Пастор, у меня все в порядке с Богом. Я пощусь. Бог говорит, мне твои посты противны. Я хочу, чтобы ты пошел с этим человеком, и ты говорил искренне. Знаете почему? Знаете почему для Бога противны эти посты? Потому что они лживые. Они лукавые. А с лукавыми... Я уже восьмидесятый день пощусь. Он говорит, куда ты забрел? Ты на 80 дней усугубил свое состояние. Потому что он говорит, если ты имеешь что-то против, почему мы этого не видим? Почему мы не хотим этого замечать? Я еще раз повторюсь, друзья. Вы не понимаете, наверное, но я немножечко пастор, и я понимаю. Я смотрю, я как бы, ну, немножко издали мне это видно. Потому что у меня опыт все-таки пасторства больше. И я издали вижу, я знаю, куда это приведет. К чему это приведет жизнь человека, когда ты живешь вот в этом неискренности. Когда ты такой весь, как дела? Нормально. Помните фунзик Макарчан? На экране ты смотришь, ты думаешь, мимин, ага-га, смеешься. Помните, ага-га, вот тут, ага-га, здесь, ага-га, там. А этот человек глубокой депрессией живет. Вот так и христиане некоторые. Они живут в глубоком несоответствии тому, во что они верят, к сожалению. Их жизнь отличается. Присутствие Божье одно, а то другое. Я вот здесь написал. Например, ты живешь в осуждении, гордыне, превозношении, или тебе кажется, что у тебя есть логичные и вполне закономерные причины обижаться на других людей. И внешне никто не догадывается об этом. Ты приходишь весь такой, аллилуйя, как здорово, рады, будьте благословены. Но Бог-то видит твое сердце. Вы понимаете, что Он видит? Вы понимаете, что Он видит? Я задам вопрос, я вынужден задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас верит, что Бог живой? Я вынужден Его задавать. И если Он живой, и Он это видит, как бы вас это не смущает немножко? Меня это очень сильно смущает. И когда ты осознаешь это действительно, внутри, друзья, начинаются интересные процессы. Хочу ответить, друзья, наверное, на закономерный вопрос, потому что кто-то подумает, ну слишком как-то негативно, для чего Бог так поступает. Послушайте, я верю, что Бог благое, и я верю, что все, что Он делает, оно во благо. Давайте прочитаем одно интересное место из Библии. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Сегодня пастор Света его читал. Что человек посеет, то и пожнет. Послушайте, когда Бог с лукавым поступает по его лукавству, это не лукавство и не зло Бога, нет. Знаете, почему Он поступает? Если бы Он поступил по-другому, Он бы нас не любил. Давайте попробую разъяснить сейчас. Смотрите, когда лукавый человек, Бог поступает с ним по лукавству, кто понимает, куда приведет лукавство? Сколько ниточка не вьется, а конец всегда найдется. Знаете, да, об этом? Всегда, по-любому. Так? Шило в мешке не утаешь. Бог для чего поступает? Чтобы, когда это выплывет наружу, чтобы тебе стало стыдно, и ты имел шанс на покаяние. Зачем Бог с лукавыми поступает по лукавству? Для чего добрый Бог поступает с человеком, как будто бы он не добрый? Друзья, Он готовит нас к самой главной встрече в нашей жизни. Знаете, что это за встреча? Встреча лицом к лицу с Ним. Он не хочет, друзья, чтобы на этой встрече, смотрите, не обманывайтесь. И дальше Он не пишет, люди поругаемые не бывают, обстоятельства поругаемые. Что Он пишет здесь? Он говорит, подводит к то, когда ты обманываешься, а когда ты говоришь себе, ты искренний, а ты не искренний, Он говорит, ты обманываешь, и тебе однажды будет встреча с Ним, и там ты не сможешь его обмануть. Что ты посеешь, то тебе придется и пожать. Давайте я вам прочитаю еще одну историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, 26 стих. Кто-то скажет, не, Бог не об этом. Читайте. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый, смотрите, какой раб? Он говорит, искренний раб, да? Что значит лукавый? Вы помните его лукавство? Этот раб подумал, думает, так, короче, я он, как всегда, как рэкетер, придет, заберет, все думает, я лучше сохраню, отдам ему. Он сделал. И когда, помните, в чем его лукавство? Когда господин пришел, что он сказал? Он говорит, смотрите, он не сказал, что я думал о тебе плохо. Что он сказал? Он говорит, смотри, вот то, что ты мне дал, я отдаю обратно тебе. Боже мой, заинька, да, такая? А он ему говорит, слушай, вскрывай карты, я знаю, кто ты. И что он ему говорит? Он говорит, ты лукавый раб и ленивый. Ты знал, и так далее. Кто знает, чем заканчивается эта история? А теперь, внимание, вопрос. Так, о ком эта история? о детях Божьих, друзья. О детях Божьих это история. Для чего Бог, друзья, с искренними поступает искренне, а с лукавыми по лукавству? Еще раз, он готовит наши жизни к единственной, самой важной встрече в этой жизни, встрече с ним. Он хочет, чтобы на этой встрече, еще раз повторюсь, кто-то скажет, так что мне надо теперь только доброе, ты бы как, как сильно бы мы с вами, даже если все напряжемся делать все добрые, дела мира, мы ничего не заслужим. Вы знаете, мы заслужим праведность во Христе Иисусе. Это то, с чего я начал. Но, если в своей жизни, после покаяния, после обращения ко Христу, ты хочешь жить лукавой жизнью, тебе придется столкнуться с проблемкой. Одной попой невозможно усидеть на двух стульях, если вы не в курсе, друзья. Так не бывает. Помнили теперь, почему я вначале сказал, что люди, у которых с этим нет проблем, услышат эту проповедь легко. А те, у кого проблемы, скорее всего, не будут слышать ее. Итак, друзья, с какого совета, я уже говорил, начинается большинство рекомендаций после проповеди. Будь искренним с Богом. Вы знаете, мы живем во время, да, ну, слава Богу, я очень рад. Кто из вас знает такой термин, инфо-цыгане? Кто уже знает, что это означает, инфо-цыгане, знаете? Вот, давайте объяснем, чтобы вы, вот, инфо-цыгане, друзья, это то, что пользовалось, пользуется, и к великому моему сожалению, даже когда это все будут газеты мира писать, об этом будут все говорить, они все равно будут пользоваться популярностью. Знаете, почему? Потому что инфо-цыгане всегда пользуются популярностью у лукавых людей. Кто из вас помнит, давайте историю, свежая история, помните развал Советского Союза, АО МММ? Скажите, кто в мире об этом не знал? Все. Об этом знали все. Вы знаете, что один из годов Мавроди, Сергей Мавроди, купил себе эфирное время, и он поздравлял россиян, тогда, ну, россиян поздравлял вместо президента Ельцина. Знали об этом? У него столько денег было, что он купил себе новогоднее поздравление, вместо президента. Человек богатейший был. Потом его разоблачили, посадили в тюрьму. Он вышел из тюрьмы, и знаете, что начал делать? АО МММ номер два. И знаете, кто начал там покупать? Те же самые люди, которые... Это же парадокс. Это же нонсенс. Вы понимаете? Вы скажете, они... совсем... Нет. Они искренне верят, что в этот раз прокатит. В этот раз они впрыгнут в правильный вагон, поближе, у них это получится. Это называется, друзья, лукавство. Это то, от чего Бог хочет исцелить людей. Он хочет исцелять этих людей, понимаете? Он хочет нас тоже исцелять от этого момента. Ты не можешь так жить. Поэтому, друзья, быть искренним это то первое качество, свойство, которое... То есть у тебя не будет инструментного инструмента. Знаете, некоторые люди говорят, а расскажите мне, какой успешный успех можно использовать для того, чтобы по-настоящему наконец-таки стать успешным. Я вам хочу рассказать. Самый успешный успех, знаете какой? Пойдите, возьмите все, что у вас есть и просто отдайте кому-нибудь на улице. Вы хотя бы жалеть об этом не будете. Или там, не знаю, в детский дом. Вам хотя бы легче будет. По крайней мере, печали не будет потом. Потому что не существует секрета успешного успеха. Вы понимаете? Успешного успеха ищут люди, которые лукавые настолько, что они не хотят, чтобы все знали, что они лукавые. Искренний человек. Он идет и трудится. Он трудится. Он не пытается, как бы объяснить, если у него есть проблемы в семье, он не пытается найти, в чем виновата его жена или муж. Если у него проблемы в отношениях с детьми, он искренне видит, что у него есть проблема. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, на себя он смотрит. Он смотрит на себя. Это тяжело. Это очень больно. Потому что тебе раз за разом нужно будет понимать, что ты что-то какой-то не такой. И это очень тяжело. Мы не хотим этого слышать. Вы знаете, я помню, у меня с Илюшей была такая история одна интересная. Тогда мы в другой церкви были, там, в Америке. Я помню момент. Я не знаю, ты помнишь это или нет. Перед служением детские там собирались, и там был какой-то у них праздник. Ну, и знаете, учитель воскресной школы вышла из комнаты, а они решили взять и потоптать шарики. Полопать шарики. Знаете, учитель надувала эти шарики час, а они решили потопать эти шарики. И приходит учитель, знаешь, кто это сделал? это не мы. Это не мы. И знаете, вот, ну, стенки уже, ну, вот вы, вот комната, вот вы, закрытая дверь, шарики, были надутыми, теперь лопнутые. Ну, кто это сделал? И мы. Ничего не напоминает вам? Я помню этот момент, мы пришли, и знаете, у меня такой гнев внутри, праведный, я говорю, сынок, давай сядем. Мы начали с ним разговаривать, и слава Богу, знаете, вот, ну, я в этом ценю. Я помню, он сказал, говорит, пап, там этот мальчик сказал, говорит, и я, да, я пошел лопать. И знаете, вот тут он стал искренним, и это круто. А теперь следующий момент, это испытание моей искренности в этот момент было. Я говорю, сынок, пошли. Ну, пришли тогда к тете Наташу, там ее звали. Оля, да, была? К тете Оле пришли. Я говорю, тетя Оля, слушайте, это так тяжело для папы сказать, что твой сын плохой. Что твой сын сделал пакость. Некоторые родители на это не способны. Они кого хочешь, друзья, обвинят, но только не своего ребенка. И ты идешь, и ты разговариваешь. Знаете, почему? Потому что тебе надо быть искренним. Если ты не будешь искренним сейчас, то завтра ты будешь обманывать и продолжать, и продолжать, и продолжать. И это трагедия, друзья, это как снежный ком. Ты не можешь потом остановиться. Это невозможно в этом остановиться. Вы понимаете, друзья? Невозможно. Когда-то был такой президент Соединенных Штатов Америки, Ральф Уолдом Эмерсон. Он сказал потрясающую мысль. Он говорит, ты можешь обманывать всех людей, но ограниченное время. Ты можешь обманывать все время, но ограниченное количество людей. Но ты не можешь обманывать всех людей все время. Потому что, друзья, рано или поздно лукавым Бог поступает по лукавству, а с искренним Он поступает искренне. Это закон, это закономерность, это правда бытия, она такова. И ты, ну, с этим можно спорить, можно не спорить, но лучше я не советовал бы вам спорить в этом. Итак, друзья, основное препятствие, давайте уже теперь поговорим, в чем же проблема? Основным препятствием искренности человека, как ни странно, является именно лукавство и двоедушие. Само лукавство и двоедушие. И в чем здесь парадокс? Есть такое слово, парадокс. То есть это, как бы, знаете, такое непримиримое противоречие. В чем смысл? Что мешает человеку быть искренним? Его лукавство. Потому что, для того, чтобы стать искренним, для того, чтобы измениться, с чего начинается первый шаг, пастор Иван, на репцентре? Признать свое бессилие. То есть, тебе нужно признать, что ты лукавый, и человек, который ищет выгоды для самого себя. Тебе надо это признать. Но лукавство и двоедушие не дает тебе это признать. Вы понимаете? Это парадокс. Это алкоголик, который сидит, вливает в себя бутылку водки и говорит, я не алкоголик. Как я таскал по острованию, смеялся, до сих пор смеюсь. Говорит, вы думаете, у алкоголика есть проблемы с алкоголем? Нет, проблемы с алкоголем у его родных. У алкоголика проблем с алкоголем вообще нет, он радуется. Ему хорошо. Вы понимаете, почему ты приходишь, человек сидит, вот возьмите бомжа возле бусорки, подойди к нему и скажите ему, слушай, я помню, у меня это был такой, знаете, когнитивный диссонанс, опять же. Я ему прихожу и говорю, ты бы не хотел изменить свою жизнь? Говорит, а зачем? У меня все в порядке. И вы понимаете, он меня вогнал в краску. Потому что я, я думаю, может со мной нет, что-то не в порядке. Я не понимаю, что не так. Вы понимаете, у меня мир, ну черное должно быть черным, а белое белым, а здесь у меня все наоборот получается. Мир какой-то наизнанку. Точно так же, друзья, лукавство мешает человеку по-настоящему признать, что у него проблема с лукавством. Он начинает придумывать ходы. Скажу вам честно, друзья, многие люди, мы жили бы дольше с вами, если бы не были лукавыми, на самом деле. Мы бы жили дольше. Правда, я вам серьезно говорю. Семьи были бы прочнее, интереснее было бы жить. Да, иногда вам пришлось бы потеть. Но это нормально. Хорошо, давайте будем честными, раз вы уже сказали, здесь есть родители? А теперь честно признайтесь, кто из вас однажды, хотя бы раз в жизни, вы придавливали, прижимали, ну я имею в виду психологически, прижимали своего ребенка и сказали, скажи правду? А что, вас давно не придавливало? Или вы думаете, что Бог не может этого сделать? Помните, я начал с чего проповедь сегодня? Я сказал, что вот в 2000 году я начал молиться. И так интересно, я помню этот момент, в 99, простите, да, в 99 еще году я начал молиться о Божьей воле, я говорю, Господь, та ли эта девушка или не та? Сегодня так интересно, у нас вот в этом году мы отпраздновали 23 года совместной жизни. И иногда люди подходят и говорят, Боже мой, как вам повезло с женой? А жене кто-то приходит и говорит, Боже, как вам повезло с мужем? Это ложь, послушайте, это неправда. Знаете почему? Мне не повезло с женой и ей не повезло с мужем. Знаете, что мы сделали? Мы пошли спрашивать у Бога. И я искренне спрашивал у него, его ли эта воля? Я не говорил ему, Господи, это же твоя воля. Я прошел этот момент, когда говорил, Господи, если сейчас в церковь первая зайдет сестра, то точно твоя воля. А сестер больше, обычно женщин в церкви. Поэтому вероятно, что зайдет первая женщина, больше. И вот так, знаете, мы на кофейной гуще начинаем гадать. Господи, вот если я завтра утром в 9 утра по ТСН выйдут новости, наверное, точно твоя воля. Я вам открою страшную тайну. Каждое утро в 9 утра там выходят новости. Зачем это делать? Ну зачем? Ну хватит. Ну кого мы пытаемся обмануть? Искать совпадение. Друзья, 23 года прожили. Знаете почему? Потому что я спрашивал Господь, тот ли это человек. Знаете, у меня есть противоположный пример. Я помню момент, когда до того, как мы познакомились, была одна девушка, мне так нравилось. И все. И знаете, я такой уже даже и предложение пошел делать там. Ну все, у меня прям такое все. Знаете, и однажды ночью я помню, сплю, и Бог мне четко дает сон, понимание о том, что это не его воля. Я две недели ходил, мучился. Две недели я ходил, знаете, мне разрывало изнутри на части. Потому что я понимаю, что это говорит Бог, и я понимаю, что мне надо так поступить, но я понимаю, что я не хочу так поступать, а это тяжело. Но тут вопрос, либо ты будешь с ним искренним, либо ты не будешь с ним искренним. Давайте рассмотрим некоторые примеры, друзья. Я думаю, что полезно рассмотреть некоторые. Например, какой-то человек хочет узнать Божью волю и молится, и постится, и читает Божье Слово, а Бог ничего не говорит. Большинство людей расстраиваются, верующие, правда, в этот момент расстраиваются. Почему Бог ничего не говорит? Я вот для себя записал. Первое, почему они расстраиваются? Первое, Бог не говорит, а ему очень сильно нужно, чтобы он сейчас говорил. И знаете, начинается вот такой момент. Мне надо, чтобы ты сейчас говорил. Мне надо. У нас Артурчик иногда. Ты разговариваешь по телефону, он приходит и начинает с тобой разговаривать. Я убираю трубку, говорю, Артур, я разговариваю по телефону. Говорю, у меня один рот, я не могу разговаривать одним ртом с двумя людьми. Понял? Да. Я беру трубку, начинаю разговаривать, он говорит, папа, так все-таки. Что ж такое? Он как будто не слышит меня, вы понимаете? Второе записал. Мы очень сильно, такой человек очень сильно настроился на то, что Богу нужно сказать, и он пришел с этим к нему. Я вот для себя записал, друзья. Это как поиск в Google. Скажите мне, если ты хочешь найти что-то в Google, какой должен быть запрос? Корректный. Вы в курсе об этом? Если ты вбиваешь некорректный запрос, что ты получишь? Некорректный ответ. Когда мы приходим к Богу, друзья, мы очень прямо, знаете, ну, смотрите, у меня возникла проблема, и мне нужно решение этой проблемы. И я настроился уже на решение. Как это в семье? Знаете, говорит, дорогая, ты обиделась? Нет. Сильно? Да. Или, знаете, когда он говорит, что, все равно поругаемся. Он говорит, угу. Так иногда мы приходим к Богу, знаете, с вопросом, и мы убеждены, что Бог обязан нам ответить, а Он не говорит. Мы даже ответы иногда, но мы ради приличия Его где-то там припрятали и думаем, что Он его не знает. Это некорректный запрос с Богом. К Богу нужно приходить, как чистый лист. Вы знаете об этом? Как чистый лист надо приходить. Если ты хочешь слышать ответ, ты должен прийти, как чистый лист. Ты должен быть готовым услышать то, что ты не готов услышать. А мы не хотим этого слышать. Второй пример, друзья, записал. Человек себе уже решил что-то в сердце, но хочет узнать Божью волю и молится. Прекрасно. Господи, почему же ты не говоришь? Истинное почтение к Богу, друзья, состоит в том, чтобы прежде, чем что-то себе нарешать, нужно было прийти к Нему вначале и спросить, чего хочет Он. Когда ты себе уже нарешал, что ты хочешь услышать? Ну, что ты хочешь услышать? Я иногда практикую такой момент. Я спрашиваю у людей после проповеди, о чем была проповедь? И человек начинает пересказывать проповедь. сколько интересных никогда до сели незнакомых мне проповедей я услышал. Вы даже себе не представляете. Я говорю, ты что, серьезно? Я говорю, а ну давай, разви тебе сюжет. Он тебе пересказывает твою проповедь, а ты понимаешь, я говорю, я этого не говорил. Я вообще этого не говорил. Говорили. Знаете почему? Или как приходит человек, говорит, пастор, вот в проповеди вы точно мне сказали. Я говорю, а что я сказал? Говорит, вот вы там сказали, вот это? И начинает интерпретировать. Я говорю, оно же не соединяется. У меня соединяется. Потому что, когда ты приходишь к Богу, и ты уже сам себя, знаете, настраполил внутри, и ты хочешь услышать его волю, он не говорит с тобой, просто не говорит с тобой. Потому что, это есть непочтение к нему. Вы понимаете? Это есть непочтение. Но так не получается. Ну вот, хорошо. Представьте себе, что вы приходите на собеседование к работодателю. Вот работодатель говорит, приходите на собеседование, приглашают вас, вы приходите, внимание, вы приходите к работодателю, с ноги открываете дверь в кабинет, заходите, говорит, привет, садитесь на кресло и ложите ноги на стол. У меня вопрос, скажите мне, сколько продлится собеседование? Ну, мне просто интересно. Его не будет. Вы понимаете, что его не будет? А почему? Вы мой диплом еще не видели? Он говорит, а я тебя видеть уже не могу. Не то, что еще твой диплом, понимаете? Друзья, так иногда мы к Богу приходим. Мы хотим, чтобы он говорил, он говорит, подожди, стоп, 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 алло, ты мог бы без своего багажа сюда зайти? Выйди и зайди, нормально. Или еще пример такой, например, ну тоже жизненный. Обиделись на человека или осуждаете в сердце? А потом всеми силами живете так, чтобы ему этого не показывать, и другие вроде бы не догадываются. А потом вас наполняет, это наполняет, не дает спокойно жить. Неужели вы не понимаете, что Бог это видит и знает? А потом вы пытаетесь, Господи, что мне делать? Как мне поступить? Господи, веди меня и направляй меня. Он тебя направит куда? Вот туда, куда ты должен прийти. Иди и покаяться. Он говорит, иди, оставь свой дар, и что сделай? Иди и примирись. Оставь свой дар. Боже, ну это же дар для тебя. Его могут украсть. Нет, я не могу пойти сейчас. Это будет неразумная потеря. Это такая трата. Он говорит, оставь свой дар. Вообще вопрос, что из того, что мы дарим Богу, друзья, не его? А ну-ка скажите ко мне. Все, его. Он говорит, иди лучше, иди и примирись. Ты лучше пойди, примирись туда. Ты вернись туда. Или четвертый еще, ситуация номер четыре. Бог молчит в ответ на мой вопрос. А у меня внимание вопрос. Скажите, а у него есть право молчать? Есть, внимание, вопрос. Есть ли у Бога право молчать в ответ на твой вопрос? И еще внимание, дальше развиваем. А может ли быть молчание, ответом нет? Нет. Как так? Мне надо, чтобы да. Чего это ты молчишь? Я вам приведу пример. Смотрите, друзья, это же Библия. Вы что думаете, что этот с нами? Нет, я вам прочитаю. Давайте. Первая книга царств, 13 глава, с 8 по 11 стих. История Самуила и Саула. Смотрите. И ждал он, Саул, это царь Израиля, он ждал. Вы помните, в Израиле была такая традиция, прежде чем идти на войну, нужно было прийти и принести жертву. И тогда, когда ты приносишь жертву, Бог говорил, победишь или не победишь. И они как бы поступали. И вот ждал, смотрите, Саул, 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. То есть Бог не отвечал, ничего не говорил. И стал народ разбегаться от него. Паника у Саула. И сказал Саул, приведите ко мне то, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И сам вознес сожжение. Но едва, закончил он возношение всесожжения, приходит Самуил и вышел Саул к нему навстречу, чтобы поприветствовать его. Искренне, да? Смотрите, какой культурный и вежливый дядя. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, смотри, я видел, что народ разбегался от меня. Ты не приходил к назначенному времени. Ферестимляне собрались против меня в Мехмасе. Я пришел и принес всесожжение. Кто мне напомнит, чем закончился этот диалог? Он говорит, твое царство отвергнуто от тебя, потому что ты поставил себя и свою волю выше Бога и его принципа. Ты не послушался. Оказывается, друзья, так бывает. Смотрите, Саул, хороший же дядька был. Высокий, выше всех, написано от плечей, он выше всех был на голову. Как он так, Господи, что он такого сделал? Ну, ничего же грешного. Я просто пришел к Богу со своим вопросом. Я вам хочу сказать честно, лучше приходить к Богу, друзья, не с вопросом, а приходить к Нему открытым и чистым, как чистый лист бумаги. Просто, Господи, что ты хочешь вообще? Чтобы не расстроить, не дай Бог, друзья, я для вас записал такие практические советы. Как же быть тогда, чтобы знать, что действительно Бог думает о том, что так важно для меня? Как же, как же это сделать? Четыре простые рекомендации дам вам сегодня, пусть пригодятся вам. Первое, друзья, первое, страх Господень. Нужно иметь страх Господень. Когда ты приходишь к Богу, первая вещь, которую надо иметь, страх Божий. Что такое страх Божий? Это почтение, почтение. Когда мы, прежде чем ищем ответ от Бога, располагаем свое сердце, быть искренним и послушным Богу. Научитесь, приходи к Богу. Господи, чего ты хочешь? Внимание, ключевое слово, чего? Ты. Ты чего хочешь? Чего? Ты. Ты хочешь. Знаете, иногда бывает, жены приходят к мужьям. Дорогой, хочу с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, какого цвета должны быть шторы? И муж начинает лихорадочно нервничать. Знаете, почему не начинает лихорадочно нервничать? А ему надо не ошибиться. Потому что он должен ответить. Его ответ должен совпасть. Идеально, когда он говорит, они должны быть пурпурно-лазурно-голубые с коричневым оттенком с грустной зари. Вот, вот, видишь, это Господь говорит через тебя. Потому что совпало. А если бы не совпало? А если бы не совпало, скажите? Не Божья воля. Страх Господень, это прийти к Богу и говорить, Господи, реально, я вот почитаю тебя, поэтому, из почтения к тебе, я оставляю позади все свои. Вы понимаете, нам нужно научиться этот чемодан без ручки оставлять. Знаете, что такое чемодан без ручки? Когда нести неудобно, а бросить жалко. И мы со своей волей ходим, это наша воля. Мы приходим к Ему в свое, а Он молчит. Он будет молчать, потому что Он почтительный Бог. Он знает, что такое почтение. Второе, друзья, практический совет, что делать, чтобы Бог говорил действительно. Друзья, второй совет, твоя вера и последующая жизнь, она должна начинаться со Слова Божьего. Вы знаете, я обнаружил, что многие верующие, у них Слово Божье, оно служит как, как бы объяснить, как дополнительный аргумент к оправданию самих себя. Вот так назову. А вы знаете, что Слово Божье, помните, когда Бог говорил с Марией, что она ему говорила? Да будет мне по Слову Твоему. То есть, заметьте, она не сказала, Господи, а Слово Твое говорит. Написано, она принимала слова, которые говорил Бог, она складывала их в своем сердце, и она дальше жила на основании этого слова, вы понимаете? Она поступала в соответствии со Словом, которое говорил Бог. Третий пункт, друзья, интересный. Учись ожидать перемен жизни от Бога, а не от себя. У меня вопрос сейчас к вам. Как вы думаете, война это хорошее время или нет? Ну, давайте так, легкое это время или нет? Тяжелое. Кто понимает, что война затягивается, да? И кто из вас понимает, что нужно что-то делать? Знаете, оно же витает везде. Надо что-то делать. Мне нравится, мне кажется, самые сейчас верующие люди, это военные, которые на фронте. Они точно знают, что надо делать, и они это делают. А вот тут начинают все время придумывать, надо что-то делать. Смотрите, друзья, перемены, нужно научиться ожидать перемен от Бога. Как вы думаете, вот я сейчас реально, давайте сделаем тест. Как вы думаете, Бог любит вообще своих детей или нет? Кто в это верит, что Бог любит людей? Я верю в это, правда? Как вы думаете, если Он нас любит, кто должен провоцировать перемены, он или я? Это похоже, знаете, будет жена, говорит, так, нам нужны перемены, я пойду сейчас и буду всячески намекать мужу, что нам надо сделать, чтобы он сказал, я сказал, спасибо тебе. Мы так иногда к Богу приходим. Научись ждать перемен от Бога. Я вам приведу пример. Смотрите, Псалом 104, 19 стих. Псалом 104, 19. Доколе исполнилось Слово Божье, да, Слово Господне испытало его. Знаете, о ком эта история? Об Иосифе. Помните, что Бог ему пообещал? Говорит, что все во сне, что все преклонятся перед тобой. Я подниму тебя. Помните? И куда его Бог отправил, скажите, для исполнения этого слова? Сначала в яму, потом в тюрьму, в рабство, потом в тюрьму. И заметьте, он не отступал от этого слова. Кто начал перемены в его жизни? Иосиф или Бог? Бог. А у нас мы хотим перемен. Понимаете, мы переслушали Цоя в детстве, по-моему. Помните это? Перемен. И мы все ждем пульсации вен. Они у нас все время пульсируют, и мы хотим перемен. А кто тебе сказал, что тебе нужны перемены сейчас? Понимаете, друзья, кто сказал Иосифу, что ему пришло время выходить из Египта, из тюрьмы? Не Бог ли? Но мы хотим по-другому, чтобы было. Четвертый, друзья, пункт. Это отдельная, конечно, тема отдельной проповеди, хочу вам сказать, друзья, но такой пункт. Пусть твоя молитвенная комната станет местом твоего личного пенуэла, местом, где ты хочешь узнать Божью волю, а не под всяческим предлогом вырвать у Бога благословение. Кто помнит историю Иакова? Иаков, это обманщик, превратился в Израиля. Помните, как он получил благословение своего отца? Кто мне напомнит? Что он сделал? Его отец уже был слепой, старый и слепой. И вот он знал, что первородство и благословение первородства принадлежит кому? Его старшему брату Исаву. Но он думает, ну я очень сильно хочу быть благословенным. Что он сделал? Он сделал так. И начал говорить, как Исав, таким непривычным для себя голосом. Он надел козью кожу себе, потому что у того волосатые руки были. И пришел к отцу, а отец говорит, пахнешь, как Исав. А ну скажи что-нибудь. Начал говорить, говорит, говоришь, как Исав. Как Исав, благословляю тебя. Вопрос, он получил свое благословение или нет? Да или нет? Нет. Знаете почему? Потому что он в рабстве 14 лет провел. Разве это благословение? Нет. Кто, скажите мне, когда он пошел обратно в себе домой, что Исав захотел сделать? Его брат родной. Убить. Хорошее благословение, да, когда твой родной брат тебя хочет. Хорошее благословение. Знаете почему? Потому что он сам его вырвал. Но куда его приводит Бог, скажите, прежде чем он вернул его ко встрече, ну, прежде чем он встретил Исава, куда привел его Бог? Пенуэл. И что произошло в этом Пенуэле? Бог повредил его ногу. Он его поломал, он разорвал его на части, вы понимаете? Он от Иакова не оставил и следа. И написано, вышел оттуда он уже не Иаковом, а Бог сказал, имя тебе будет теперь Израиль. Он поменял его судьбу, он поменял, он разорвал его на части. Друзья, это момент, это Иакова 5.16, это Иакова 5.16, которая, когда круг искренности, когда ты вынес то, что есть у тебя на самом деле, когда ты по-настоящему вынес. Вы знаете, у некоторых у нас в РИП-центре есть такое понятие, практика, Иакова 5.16, когда садятся вечером реабилитанты, те, которые проходят реабилитацию, и они говорят, что на самом деле было. Честно признаться, я, я, я не знаю, я себя очень неуютно бы чувствовал. Представляете, сейчас посадить нас круг, садимся, и вот вы сидите, сидит, например, там вот, ну, давайте, сидит, например, Влад, да, и вот я там, например, давайте, кто там, Дмитрий Васильевич выходит, круг искренности, и говорит, вы знаете, братья, Влад, мне вчера так, что-то мне не понравился он, я его сегодня, если честно, пришел вообще-то хотел убить, вот, но вот Господь как-то прикоснулся к моему сердцу, и я решил, что надо простить брата, наверное. Мне интересно, сколько раз Влад будет потом здороваться с Дмитрием Васильевичем? Я боюсь, Иакова 5.16, вы понимаете? Это страшная штука, потому что там так, ты должен быть искренним. Это круг искренности, или нет? Или это круг, праведного лукавства? У кого как? Правильно Богдан сказал? А у кого как? И вот этот момент, друзья, твоя молитвенная комната должна стать твоим пенуэлом, каждый день, каждый день, ты должен оттуда выходить, простите меня, но переломанным, причем это созидательные переломы, это созидательные переломы, они созидают твою семью, они созидают твои отношения с людьми, они созидают твое будущее, они созидают тебя. Это очень тяжелая, друзья, штука. Итак, заканчивая, друзья, заканчиваю, заканчивая одним местом из Писания, с которого начал, давайте еще раз прочитаем его, Евангелие от Марка 1.3, Евангелие от Марка 1.3, глаз вопиющего в пустыне, Бог сегодня, друзья, Он через эту проповедь вопияет пустыню, когда ты не слышишь Бога, возможно, нужно сегодня, Он сегодня кричит тебе, приготовь путь Господу, сделай путь Ему прямым. Бог хочет, друзья, этот прямой путь, у него всего лишь одно слово, искренность. Искренность, быть искренним, это Его путь. Быть искренним, быть настоящим, быть искренним, быть открытым с Ним, быть честным с Ним. Я хочу вам сказать, друзья, эта проповедь, я, наверное, я не думаю, что вы ее услышите или услышали сегодня. Я не думаю, что она, знаете, ее можно, это проповедь, которую нужно просто послушать. Я думаю, что ее нужно переслушать потом, вообще-то, в тайной комнате для себя, переслушать ее как-то. И так, знаете, это должна быть проповедь, где ты должен встретиться сам с собой. Раз и навсегда. Просто встретиться сам с собой уже. Надо встретиться с самим собой. Пришло это время. Давайте каждое пустим голову, склоним голову, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, Иисуса Христа. Мы сегодня благодарим Тебя, Боже. Спасибо Тебе. Твое Слово, оно живо, Твое действенное Слово, Господь, оно живо и действенно. Оно острее всякого байдоострого меча, Господь. И, возможно, сегодня это Слово в чем-то оно ранило нас. Возможно, потом, когда мы будем смотреть его, оно будет ранить еще нас. Но, Господь, я верю, что это благословенное, это созидательное, Господь, боль. Это боль, которая приводит нас к встрече с самими собой, к встрече с Тобой, таким, какой Ты есть. Мы благодарны Тебе за это. Мы славим Тебя, любим Тебя, благословляем, Господь, сегодня Твое имя и склоняемся у ног Твоих. Драгоценный Дух Святой, научи нас быть искренними с Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь.